Здравствуйте, в кадре у нас подсумок для небольших бутылок объемом 0,5-0,6 литра. У подсумка этого в комплекте есть плечевой ремень и вот такая вот резиночка, которая позволяет его крепить, в принципе, куда угодно, например, на раму велосипеда. Держится достаточно прочно, то есть липучки этой хватает, однако при езде по ухабам, возможно, держаться будет плохо. Я езжу на этом велосипеде в основном в городе, в городе по асфальту все держится нормально. Плечевой ремень имеет достаточно большую длину и можно свободно носить на плече вот этот подсумок с бутылкой, если вдруг это кому-то может понадобиться. Можно вот это дело носить как подсумок с бутылкой, вот такой вот. Сейчас я отпущу ремешок на максимум и покажу, какой он длины. А это я вытянул максимально ремешок и надел еще наискосок. То есть вот такой вот ремень. Подсумок этот фирменный, фирма называется Free Solder. Подогнал его на обзор в магазин Возьми Вдорогу.рф. Есть у него такая вот бирочка еще в комплекте. Прошито все в принципе качественно. Это китайская фирма. Поставляется подсумок в таком мешочке. Я сейчас с него убрал лишние аксессуары от рюкзака, от самого подсумка. Соответственно плечевой ремешок для меня лишний. И резинка это для велосипеда тоже. От рюкзака там какие-то стропки тоже сюда положил. И сразу понятно, что здесь. Что от рюкзака Free Solder, от подсумка Free Solder. Все. Вся фурнитура в таком пакетике. Ниточки я прижег. Швы все выглядят более-менее надежно. Все красиво. У подсумка есть регулировка по тому, насколько глубоко будет заходить у него бутылка. То есть вот так вот можно даже еще глубже. Можно, например, утопить бутылку по горлышку и потом плотненько затянуть. Тогда она уж совсем не выпадет. Но она в принципе так тоже не выпадает. Особенно если учитывать, что обычно на рюкзак это крепится все таким вот образом, то бутылка выпадать не должна. Бутылку можно вставлять и доставать одной рукой. Да ведь? Когда не затянута плотненько резинка. Ну и крепить на систему MOLLE на рюкзаках. То есть две такие вот здесь клипсы, кнопочки. И можно закрепить на поясный ремень. То есть вертикально. Горизонтально можно попробовать закрепить, если, допустим, вот эту липучку сюда надеть, то можно как-то и горизонтально носить на ремне. Но я собираюсь носить этот подсумок именно на рюкзачке. Давайте я покажу, как это все сидит. Вот таким образом я повесил. Сидит вполне нормально. Можно еще боковой стропой вот этой вот перехватить, допустим, сверху. Ну и так вроде бы не ездит, не елозит. Пошли уже грибочки первые. Вот лисички маленькие. Вот в чем удобство. Достали, попили и убрали снова в этот же карман одной рукой. Очень удобно. У меня на каждом моем рюкзаке имеется по вот такому подсумку сбоку. Все разные дизайны. И у этого подсумка только один недостаток. Это то, что не влезают большие бутылки. Но это, в принципе, обусловлено конструкцией, поэтому это даже как бы недостаток. Держится все нормально. Если плотненько утянем вот так вот, то бутылка даже не будет выпадать при переворотах. Но это особо не актуально, потому что бутылка же закреплена на рюкзаке вертикально. Она никуда не выпадет даже при вот такой вот средней затяжке. И можно одной рукой доставать, пить без отрыва от производства, куда-то идти вместе с этим подсумком. Вес подсумка 85 грамм. И я считаю, свой вес он оправдывает. Еще там 50 грамм весит наплечный ремешок. Но его можно просто с собой не брать. И нацепить вот так вот на рюкзак и с ним ходить. Так что если вам актуальны бутылки небольшого объема, то этот подсумок вполне неплохой выбор. А если уже все-таки нужны... Ать, комар. Если нужны бутылки литровые в эксплуатации, то нужно смотреть в сторону других подсумков более больших размеров. Под большие бутылки. Все. Всех благодарю за просмотр. И честно, подписывайтесь, если еще не подписаны. Пока-пока. Увидимся. Продолжение следует...